сейчас у нас в стране так сказать рассказывают правду о колонизации нашей страны это Стариков писатель и депутат Думы Евгений Федоров то есть вкратце они о чем говорят о том что мы проиграв холодную войну попали под колонизацию ну если раньше колонизация проводилась с помощью войск наместник назначался еще что-то то теперь колонизация проявляется с помощью законов с помощью навязанной конституции как у нас было в 91 году с помощью установления своих оккупационных правил на покоренной территории то есть Россия СССР подверглась именно этой экзекуции и мы сейчас живем на оккупированной территории сами даже не догадываясь об этом то есть был создан Центральный банк Российской Федерации который собственно говоря является филиалом Федеральной резервной системы США и согласно закону Центробанки рубль появляется только тогда когда появляется доллар золотого валютных резервов Центрального банка и это количество долларов умножается на валютный коридор который задается Федеральной резервной системы США и так появляется рубль наш рубль который мы используем в посредневной жизни таким образом мы получается платим дань Америке то есть наглядно это примерно выглядит следующим образом представим что яблоко это то что заработало наше государство Россия то в современной экономике российская экономика две трети дохода своего отдает в виде рабоводельческих выплат Соединенным Штатам Америки то есть Федеральной резервной системе США или на частной конторе а сам российский бюджет это всего лишь одна треть от того что мы заработали но в виде как система вот эта паразитарная действует у нас то эффективно использовать эту систему не может почему потому что коррупция есть становой хребет не только российской экономики экономики в принципе всех капиталистических стран ну мы говорим о России поэтому происходит с бюджетом у нас следующее где-то половину как говорит народная молва у нас разворовывают чиновники и около чиновничьей фирмы вы знаете я по такому вопросу да я бы хотел 500 гектар силикоз угодий перевести в частную собственность это невозможно я понимаю что это невозможно поэтому я собственно и принес вам вот тут немножечко здесь вот что такое что случилось у нас здесь камера здравствуйте здравствуйте человек пришел по очень важному делу да понимаете вот что вы что не берете взяток как может председатель земельного комитета не брать взяток и получается что государство заработав определенную сумму денежных средств создав каких-то какие-то материальные ценности две трети отдает платит чудовищную дань это около более 300 миллиардов долларов ежегодно половину бюджета разворовывается что средства тоже утекают за рубеж и вот на этот вот маленький огрызок одну шестую собственно говоря и наше государство это и живет при таком чудовищном налогообложении говорить о каких-то о каком-то развитии очень сложно хотя руководство страны и пытается как-то по максимуму удержать но правила не они устанавливают их устанавливают за океаном как бы администрация вынуждена президент дума все государственные органы соблюдать эти правила хотим мы этого или не хотим надеюсь что и обязательство центрального банка здесь будет помогать у нас вы с коллегом вопросы ну что-то вы пока слабо помогаете я уже не хочу здесь публично с вами разбираться отдельно поговорим что же слабо так помогать но он потом андрей обращаю внимание не готов чего надо сделать положить готов а сделаем они почему не сделают ну вот сделают сделайте сделайте поэтому вот на этот маленький огрызок и живет наше государство отсюда и удивление населения почему мы обладаем нефтью газом всеми природными ресурсами одна из богатейших стран мира живем нищете дело в том что мы страна третьего мира соответственно налогоблажение у нас больше составляет то есть нас берется дань внешняя потом идет еще дань внутренняя это наше российское законодательство налоговое законодательство поэтому пока мы не сменим правила движения денежных потоков мы богато жить не будем как мы только их поменяем мы вот это себе можем вернуть и получается собственно говоря как только мы примем свои правила движения денежных потоков вот это добро который ежегодно от нас уплывает оно вернется к нам и мы получим цельность мы будем сами расходовать свои средства поэтому казалось бы просто заняв четкую гражданскую позицию население российской федерации может вернуть власть в своей стране в свои руки и стать ровно в шесть раз богаче у нас евгений федоров посчитал что богаче россия может стать в двадцать восемь раз охотно верю почему потому что целое это всегда развитие это всегда дополнительные возможности а частности это всегда смерть на сегодняшний момент выгодно людям гражданам россии занять четкую гражданскую позицию и вернуть управление страной свои собственные руки тем более современное российское законодательство это даже позволяет но эти способы и возможности скрыты в разных законах по чуть-чуть частью законе потребительских потребительских обществах часть конституции спрятана часть законе обществ по защите прав потребителей законе о профсоюзах о казачестве законе о ТОСах но в сонме такого законодательства большого объема обычный человек не может разобраться поэтому это задача группы людей и когда люди будут объединены общей целью восстановить суверенитет страны то соответственно эти задачи им легче будет решить тем более что это выгодно просто элементарно выгодно чем драться между собой за оставшийся огрызок лучше просто объединиться и забрать все что нам по праву принадлежит и стать едином целом поэтому люди вам придется объединяться у нас собственно говоря особо то и выбора то нет либо мы сохраним свою государственность либо мы погибнем и в памяти потомков мы просто исчезли у нас и потомков то не будет узнай больше на концептуал рф